Девушки отдыхают Ванечка, ну как же это? Ничего, Алюха, ты у меня еще молодая, найдешь себе нового мужа. Ну что ты вели своим языком? Анатолич, Анатолич, где? Где Анатолич? Я здесь, Иван. Ты где? Здесь, я Иван. Анатолич, если не вернусь, забери из гаража себе мою ласточку. О чем ты говоришь? ВАЛЮХАНТОВ 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 Да, я здесь, милый. ВАЛЮХАНТОВ ВАЛЮХАНТОВ Участковому нашему, Алексеичу, отдай мой японский спиннинг. Он на него давно глаз положил. Ольга Николаевна. Да. Нет, вам ничего. Я вам с Анатоличем уже ласточку мою отдал, вот и пользуйтесь. ВАЛЮХАНТОВ Я паренду wandssерк, пожалуйста. Олег Наталич! ВАЛЮХАНТОВ 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 ТАГАЛЬЮ НАДО ПОДМЕНИТЬ ТАГАЛЬЮ СЛАЗЬТЕ, СТАРУЮ КАРТОШКУ У ПОГРЕБ, ПЕРЕНЕСИТЕ НУ И ЗАКРЫВАШКУ, ЧТО ЖЕ, А ТО ЖЕ ОНА ПОВЗРЫВАЕТСЯ А ТАК ВСЁ, БОЛЬШЕ НИЧО НЕ НАДО СДЕЛАЙ, ВАЛЬТИНА ПЕТРОВНА, МЫ С ЖЕНЬКЕ ВДВОЕМ ГОРЫ МОЖЕМ СВЕРНУЮТЬ НЕ, Юрий Анатольевич, ГОРЫ НЕ НАДО, ВЫ СДЕЛАЙТЕ ТО, ЧЕ Я ВАС ПРОСИЛА, И ВСЁ КАК СКАЖЕТЕ НУ ВОТ И ЛАДНО, МОЖЕ, КАК Я? ВЕЛИКОЛЕПНО, ПРАВИ, ЖЕНЬЧКА? ВА, НУ ПОЙДУ УДАЧИ ВАМ СПАСИБО, ПОШЛА ТИПА, 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 ЧЕЛИК Одна из первых превращенных человеком домашних птиц, это КУРОЧКА ТИПА, 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 О, ну, они даже отзываются на ТИПА, 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 ТИПА Вот если ее хорошо кормить Бог помощь, Анатольевич О, спасибо Если ее кормишь, то она много яичек тебе принесет Золотых, Жень Золотых Готильщик себе прикормлюешь, правильно, халява, дело святое Да ладно, Валентина Петровна попросила присмотреть за хозяйством, поработала что-то А шо ж своему не наприла? В больнице наше, Валентина Степанович Да ладно Вчера вечером прихватил аппендицит А, так сейчас пора виноград подвязывать, хороший отмазон, я тебе на вооружение возьму Правда? Ночью операцию сделали человеку? Шо, серьезно? Ну, конечно Так аппендицит, это ж дело серьезное Ну, это ж неделю можно в больнице проваляться Ну, врачи говорят, что через дня три выпишут, ну там как пойдет Да слушайте вы, врачи, это если без перитонита А если с перитонитом, так месяц промурыжит Не дай бог Ой, Ванька Ну ладно Привет передавать Хорошо Спасибо передать Ой-ёй-ёй Вот эту, вот эту камень, вот эту, смотри, вот она прямо на тебя смотрит Вот это еще Иди сюда, иди сюда Идите Вот смотри, видишь? Вот они уже вокруг тебя Вот А эту вообще просто смотри, смотрит На, вот дай ей конкретно Слушай, Анатольевич, я чего пожаре пёрся? У меня Иван неделю назад взял... Что? Вилы. Пора возвращать. Ну, забирайте. Вам чего ж его не надо. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот, смотри-ка. Хорошие вилы. Что вы сказали? Вилы, говорю, хорошие мои. Иван взял, а я без вил, как без рук. Неделю не отдал. Что за люди пошли? Да что... Они... Ну, типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа. Всё, Женечка, курму погормили с тобой. Что там ещё бабушка просила сделать? Ха? 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 Валентина Петровна, мы хотели помочь. Не всё получилось, извините, конечно. Да, Юрий Анатольевич, вы как дитя мало, я наготовила, оставила. В холодильник залез, там пусто, а на плиту посмотреть не догадался, извините. Вот так вот. Да вы ж меня перед Ольгой Николаевной позорите, что она скажет, что я вас голодом заморила. Я понимаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Валечка? Ольга Николаевна? Да. Что, что-то с Иваном? Да всё, слава Богу. Всё нормально, просто звонишь? Да. Ну слава Богу. Да. У вас всё хорошо? У нас тоже, у нас тут всё хорошо. Ага. Всё живы-здоровы. По хозяйству мне оба помогают. И даже Юра? Юрий Анатольевич? Да. Ой, это ж справляются не то слово. Руки золотые. Не знаю, вот что б я без него делала. Валечка, дай трубочку. Что, кому передать? Трубку дай им. А! Передаю зае. Алло. Алло. Юра, здравствуй. Ты знаешь, какой конкурс у Женины лицей? 12 человек на место я узнавала. А Женечку хорошо подготовили нам, между прочим. Ты знаешь, сейчас вопрос поступления решает не знание, а связи, как всегда. Юра, я тебя умоляю, звони, Веркович. У него, кажется, родственники в министерство образования. Ты слышишь меня? Правда? А я об этом никогда даже не знал. Милый мой, у него такая фамилия, что родственники у него должны быть везде. Юра, звони. Ты же не хочешь, чтобы на место Женечки в лицей взяли дочь директора центрального рынка? Нет, не хочу. Ну, рада слышать. Все, обнимай, целую. Хорошо, до завтра. Юрий Анатольевич, может, ну этот лицей дорогущий? Давайте в обычную США. В лицей решили поступать? Да. Значит, будем поступать в лицей. Правильно, Женечка? Правда, дедушка? Приятного аппетита. Ой. Светочки. А? Дедушка, а бабушка Валя вчера сильно расстроилась? А чего ты взяла? А почему она нам сегодня только яблоки разрешила собирать? Ну, потому что их нужно спасти от червячков. Мы с тобой спасаем яблоки от вредителей. Дедушка, а как мы можем спасти яблоки от самих себя? Мы же и есть вредители. Это кто тебе такой сказал? Бабушка Валя. Ну, бабушка Валя пошутила. Вот я тебе предлагаю. Давайте совместим полезное с приятным. Будем яблоки собирать и готовить с кинтами. Клади. Спасибо. Вот. Еще. Смотри. Ну и последний. Неси на кухню. Не тяжело? Нет. Аккуратней. Антонич, привет. Привет, Витя. Урожай собирать? Да, вот хозяин помогает. Ага. От Ивана новости есть? Пошел на поправку. Понятно. А она Иваню все как на собаке заживает. Я ж по делу зашел. У меня Иван неделю назад опрыскиватель брал. Опрыскиватель, говоришь? А вон, вон, вон стоит. У него еще царапина сбоку. Я заберу. Ну, если взял, забирай. И заберу. Ну, твой же. Вот он, мой родимый. Опрыскиватель. Стоит без дела. Видишь, Антонич, царапина. Мой. Антонич, я в сарай зайду. Может, еще что-то свою найду. Ну, Иван. Ну, жучара. Рубанок мой прихонырил. Я весь дом обрыл. Думал, все, с концами. А он здесь, тут. Ой, Иван. О-о-о. И это же мое. О! Мне это Шурин на двадцать третье подарил. Говорю Ивану, ну, взял, ну, верни. А он, как сорока. Все в гнездо. Все в гнездо. Все в гости Umwelt. Спасибо. Ну, мое. Привет, Лёша. Привет. А что ты делаешь? Сегодня затмение солнца. Копчу стекла. Не будет сегодня никакого затмения. Откуда знаешь? Затмение только в следующем году. И ты же, Калюра, а страну научила для общего развития. Ну ты думаешь, что не будет, а я знаю, что будет. Лёш, а что ты тут делаешь у него дома? Ты к мамке участковый пришёл. Участковый? Беги домой, только он чуть-чуть его заберёт. Да мамка его сама позвала. Лёшка, докурился. Я же тебе говорила, бросай. Да мамка его на обед позвала. А-а-а. Чего он к нам ходит? У нас с мамкой вдвоём нормально было. Взрослая, что-нибудь говорили, непонятно. Не, я-то не против. Мамке муж нужен. Только всё как-то быстро. Мне к Алексеевичу ещё привыкнуть надо. Слушай, Лёш, если твоя мама записи за участковым выйдет, это хорошо. Он тебя в тюрьму не заберёт. Ты же ему теперь родственник будешь. Да? Ну тогда пусть ходит. Лёш, а можно мне тоже попробовать? На, смотри. Ух ты, Лёш. Здорово, Казаева. Бог в помощь. Спасибо. Ах, пекло сегодня, а? Так бы всё, себя снял и бегал бы в трусах водник. А-а-а, да. Жара. Жара. А счётчик для воды у вас есть? Да не знаю, не видел. Как же так? Это непорядок. Не от счётчика будет штрафчик. Ну что, протокольчик составим? Протокольчик. А вы, собственно, кто? Я, собственно, инспектор горводоканала. Из-за незаконного использования воды вам грозит штраф до трёхмесячных окладов. Да я ведь даже не хозяин, я пришёл помочь. Не хозяин. Ну так что, незнание законов не освобождает от ответственности. Что с вами делать? Ладно, до первого раза санкции не будем применять. Поэтому просто пятьсот. Сколько? Триста. Для первого раза. Ой, вы меня извините, только двести пятьдесят. Извините. Но только для первого раза. А, да, я понял. Ну и смотрите, не нарушайте больше, как. Да, да, да. Ну, счастливо оставаться. Счастливо вам. Тётя Дуся, доброго здоровечка. Здравствуй, Боря. Ну, шо? Чего молчишь? Как прошло? Без сучка. Слушай, ну не забрехал, Митяй, а? Свату Ивана полный долдон. Как я ему такое задвинула. Так. Ровно половина. Сотня. Держи. Пузырь где? Борь. Ой, неохота по такой жаре в магазин чапать. Начинается. Митяй, я что-то не понял. Я что, сам всё должен делать? Договор какой был? Ну, исполнение твой Могорыч. Ну, Борь. Митяй. Давай веселей, веселей. Сиди, жди здесь. Женечка, поздравляю тебя с премьерой. Яичница от дедушки Юры. Страшно. Я сам боюсь. Здорово, Анатолич. Женечка, приятного аппетита. Продай, Перварь, спаси человека. А у нас не ликер и вылочный магазин. Анатолич, обижаешь. Ну, я же не для этого. К тебе, инспектор, с Горводоканала заходил? Да, был. Ну, штрафанул меня на 250 рублей. На сколько? 250. Анатолич, да тебя развели как последнего. Там обычный штраф пол-литра. Ну, так что, продашь? Мне Валька всегда отпускала. Анатолич, ты мне что, не веришь? Я не понимаю. Ну, позвони Валентине, ну, спроси ее. Заодно и расскажи, как ты лишаешь сваху последнего дохода, когда ее безработный муж по больницам валяется. Ладно, сейчас. Принесу тебе. Ага. Внизу. Слева. Ага. О, о. Шанель номер пять. Ну, ладно. Женька, приятного. Анатолич, я что еще? За Ивана пришлось давечий краснеть на собрании садового хозяйства. Он же взносы не сдал, так мне пришлось свои добавить. Да, много. Чего? Много. Да вот этого хватит. Остальное прощаю. Ванька все-таки друг, как-никак. Угу. Женечка, приятного аппетита. Ну, как? Вкусно. Да. Да. Музыка, приятного аппетита. Привет. Мабушка приехала. Ой, моя внучечка. Ой, ты моя красавица-ласточка. Соскучилась. Здравствуйте, Валентина Петровна. Как у вас дела на рабочей? Позвольте. Нормально. А что это вы такие масляные? Что, что-то уже набедокурили? Не набедокурили, все в порядке у нас. Курей накормили? Нет, даже не пытались. Закрывашку разбили? Тоже нет. Мы яблоки собрали, вы же просили. Ну? Ну, молодцы. Женечка, ты голодная? Нет, меня дедушка Юра яичницей накормил. Ой, какой молодец, дедушка Юра, исправляется у нас. Стараемся. Да, молодец, дедушка Юра. Георгину отпалил? Ой, да. Ой, Юрий Анатольевич, да георгин раз в три дня поливают. Я же сегодня утром их поливала. Ну, что вы, не видели? Земля мокрая. Я не видел. Ну, Юрий Анатольевич, ну вы же мне их не полили. Вы мне их залили, господи. Я помочь хотел. Да мне ваша помощь, знаете, богом выходит. Все, иду на работу, звоню, беру от гулы. Пока Оля Николаевна не приедет, вы у меня под присмотром будете. Ну, как же так, Юрий Анатольевич? Кто мне теперь эти георгины вернет? Ну, старались, как могли, Валентин Петрович. Да ну вас, Валентина Петровна. Ну, вы не огорчатся. Ну, как вы не огорчатся? Ну, как? Ну, как? Дедушка, а можно я пойду с Лешкой поиграю? Евгений Максимов, по-моему, мы договаривались. Сегодня нужно пройти то, что вы выучили с бабушкой Олей по-английскому. А потом ты свободна. Дедушка, ну я же все знаю. Женька. Ну, пожалуйста. Женя, завтра экзамен. Ты как-то очень несерьезно относишься к этому вопросу. Ну, повтори, выучи, ну и все, и ты иди играть. Ну, ладно. Дедушка, а ты какой язык в школе учил? Немецкий. А что? Просто так спросила. Ты не переживай, я все пойму по интонации. Угу. Начинай. Hello, my name is Evgenia Kovaleva. I have the big family. London is the capital of Great Britain. My little dog, cat, elephant, yellow, blue, pink. I live with candy. I'm hungry. What do you want? I'm seeing song. I'm seeing beautiful. Come on, baby, green apple, dress sun. Thank you for attention. Goodbye. А теперь можно я пойду с Лешкой по играм? Пожалуйста. Женечка, я забыл тебе сказать. Вот в школе я изучал немецкий язык. А в институте и аспирантуре английский. Поэтому let's start from the beginning, please. Евгения Kovaleva. Ну какая ты хитророль. Я видел, как я туда поддумываю, что-то такое на ходу тоже. Здорово, Митей. Митей! А что ты не здороваешься? А? Хвалю. Ты что ли? Что ты? Что ты? Не узнал? Богатой будешь. У тебя что, продуло? Что ты взяла? Да он рожа перекошенная, как будто всю ночь на сквозняке спал. Да не. Типун тебе на язык. Здоровье. А ты что так рано сработал? Да я сегодня не ходил, а он у магазина был. А. Ну побежал я. Митяй, а что это за кирпич? Да строится она, думал, Валюха. Веранду к дому хочу долепить. Слушай, хороший кирпич. Мы с Иваном недавно точно такой купили. А почем брал? Не поверишь. Даром почти. Да ты что? Ой, ой, а где? Может мы еще доберемся, Иван? Да там уже нет. Последнее взял. Да нет, ну может если я по... Что? Валя, нехорошо ты сейчас поступаешь. Что нехорошо? Ко мне рабочие сейчас придут, а хозяина нет. Нехорошо, Валентин. Да иди ты, ради бога, кто тебя держит? Хозяин. Валентина Петровна, вы что, ограбили магазин, сад и огород? Да нет, ну что вы такое говорите. Это же я Женечкина экзамен собираю. Вы считаете, что у шестилетнего ребенка проявляется вот такой зверский аппетит? Ну что вот как дитё малое. Это же я комиссии на стол. Вернее, под стол. Вы со своей принципиальностью даже не чешетесь, а я вон шо. Смотрите, метку Наде купила, сальце купила, и яички из-под курочки собрала. Вот. Это же всё такое, это же... А вот это натурпродукт. Made in Валентина Будько. Вот оно. С 90-х годов я вот такого подобного не встречал. Не встречал? Что вы так вот экзамен за сало покупали? А шо в сале плохого? Вот доллар падает, поднимается, а сало. Как была твёрдая валюта, так и осталась твёрдой валютой. Вот им больно. А вот это, смотрите, грибочки. Да кому же это не понравится? Это же только трезвеннику, язвеннику и вашей супруге. Слушайте, Валентина Беронна, а вы что, считаете, что дальше вы в жизни будете Женечке помогать, покупать ей за продукты, всё, за картошку и так далее, да? Юрий Анатольевич, я так дочку выучила и внучку так выучила. Вот так вот. Вот так вот? Да. 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 Понятно. Ой, Ванечка приехал. Ой. Ванечка. Ванечка, вернусь. Не висни, не висни, Валюха. У меня швы могут разойти. Ой, Женек, привет, родная, привет. Врач сказал, что мне тяжелее рюмки, теперь поднимать ничего нельзя. Да, Ольга Николаевна? Зая, я долго буду идти под гнётом этой сумки. Здравствуй, Оля. Ну что ж вы не предупредили, я бы всего наготовила бы. Это идея, Иван Степанович. Да, а я хотел сюрприз сделать, чтобы ты свои косяки не успела спрятать. Вот что-то имелись. Ай. Ай. Ну отдаёт же, что ж ты делаешь. Всё, Валюха, теперь меня только гладить надо. Лет десять ближайших. Да, да. И никакого там света в конце тоннеля. Нет. Всё в жут. И ничего я не летал под потолком, пока меня фаршировали. Иван Спальш. Давайте, знаете, за что выпьем? За то, что всё хорошо кончилось. А ещё и неизвестно, как закончилось, Анатольевич. А, ты ж что не знаешь, как меня резали? Нет. Да всё, кажется, чайник скипел. А вам что, не интересно, Валя Николаевна? Прослушать эту историю десятый раз очень. Хочется узнать, чем на сей раз всё закончится. Просто чаю хочется. Ага. Вот, лежу, значит, я. Привязали мне руки и ноги, а медсёстры меня держат, чтобы я, значит, не вырвался. А глаза у медсёстры красивые, добрые. Правда, шо мы греем её. Давай. Вскрыли, значит, меня. А врачика вдруг и говорит. Ой, какой он большой. А врач ей отвечает, пришивайте обратно. Это не аппендицит. Это печень. Ванька, ну вот ты ври, но не завирайся. Тебе что, печень вырезали? Ты там была? Не была. Вот молчи. А знаешь, Анатольевич, сколько мой аппендицит весит? Не знаешь. Четыре килограмма. Ну язык как помело. Вот что ты несёшь? Да, Валюха, правда, ну взвешивание ж было. До операции я девяносто весил, а после операции восемьдесят шесть. Куда четыре килограмма делась? Вот. Про печень было уже? Да. Жаль. Пропустила. Моё любимое место. Так я могу сначала начать? Да, пожалуйста. Ладно, давайте ещё раз жахнем. Так, ну хватит, хватит, хватит. Валюха, перестань. Это я в лечебных целях, чтобы изнутри продезинфицировать. А шо ты тридцать лет дезинфицировал? Да на тебе ни одна микробина не выживает. И вообще, завтра рано вставать, у Женечки экзамен. У вас всё? Ну, ну. За ваше здоровье тогда. Вот, зараза. Да хоть закусивай. Мне нельзя. Уж вы могут разойтись. Наливай, Анатольевич. Да, сват, маловато у вас машина. Валя! Хоть ты не копашись, опоздаем. Не-не-не-не-не. Лучше знаешь что, мешок давай пристрой сюда, а сумку перетаскивай в салон. Иван, я больше таскать ничего не буду. А вот так, да? Да. Ты на принцип пошёл, да? Ладно. Пускай я сам. Пусть у меня швы разойдутся. Но ничего, Валюха после экзамена у меня заштопает. Всё, ладно. Как ты боял, а? Привет, дедушка. Ай, привет. Ой, смотри, Анатольевич. Во, внешний вид. И это только можно пятёрку поставить. Боюсь, так просто не получится. Не, мало взяли, по-моему, Вань. Валя, мы же на экзамен едем, а не на выставку достижения народного хозяйства. Надо было кабанчиков всё-таки зарезать. Ага, сейчас. Меня уже зарезали. Друга под нож не дам. Поехали. Валя, ну что? Да не видно ничего. Да ничего там нет. Они там сидят, волнуются, боятся. Ждут, когда их ваш министр образования уволит. Ой, ой. Я, Иван Степанович, хотя бы попыталась договориться с преподавателями. Ну, так, поговорить интеллигентно, цивилизованным образом. А не, знаете, засовывать из порога дары природы в мешках. Да, я погорячилась. Смейте, 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 смейте. Иван, все волнуюсь, и ты ещё тут. А чё я? Я тоже волнуюсь. У меня такая вот нервная реакция. Ладно, пойду валерьянки куплю. У меня, кстати, есть. Дать? Не надо. У тебя неправильная валерьянка, Анатольевич. Её огурцом не закустишь. Так, только попробуй мне глаза залить. Да курить я пошёл, господи. Я сказала. Да слышал. Прошу. Ага. Чё? Артачится? Да ума не приложу, что с ней. Кашляет, как еду, глохнет. Ну да я. Подержи. Сам-то откуда? Да из Кучугурского района приехал, чтоб здесь обломаться. Ого! Так мы ещё с тобой земляки. Привёз кого? Да вот дочка поступает. Так, мы ещё и по одному вопросу. Ничего, земляк. Отремонтируем. Я сам оттуда родом. Родился, женился, работал. А потом раз тебе новый директор пришёл. Хмыри. И всё. Прощай, 30 лет стажа. А я вот тоже новый директор. Приехал налаживать производство. Ну ты видно, что по всему нормальный-то директор. А наш долдон. Производство не знает. Кадры разбазаривает. Точно? Лет через пять? Всё завалит и нового пришлют. Ну, заводи. Что, всё, что ли? Заводи, заводи. О! Всё нормально. Жить будет. У меня же её в гараже на запчасти разбирали. Ничего не получалось. А тут, смотри, работает и... Куда наденется? Точно работает. Ага. И вот что. Если нужна будет работа на хлебозаводе, обращайся. Спасибо, мужик. Ага. А ты же меня и увольняешь, да? Знал бы. Я бы тебе все колёса бы попробивал. На. Да не, мужик. Мужик, ну подожди, мужик. Чего тебе? Иди, разговор есть. Юра, ты можешь вот не мельтешить туда-сюда? Да, 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 Куча, конечно, да. Ну. Ой. Ну что? Ну что, Женечка? Давай. Ну. Ну что? Ну? Ну. У меня есть, Олья. У меня тоже. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, Анечка. На, через. Черег. Ну. Что ты? Черт. Ну? Ну. Пять. Ой. Умничка! Умничка моя Женечка! Моя девочка! А я же в оборот не упала! Оля! Оля! Осторожней! Победители! Ой, ты моя Бубочка моя! Ну шо? Шо? Поступили? А я же говорил, вся в деда. Настоящий бутек. Нет, ну, Иван Степанович, давайте будем чуть скромнее. Мы с Юрой тоже какую-то руку все-таки приложили. Да, конечно. В деле образование Евгеши. А я шо, против шо ли? Приложили и приложили. Ну да. Главное, шо, не помешали ей поступить. Мать, да, я ее потискаю. А у меня тоже сюрприз, между прочим. Так. Вот кто сейчас перед вами стоит? Счастливый человек, мой сват. Это да, не точно. Давайте, набрасывайте варианты. Так, Иван Степанович, не пугайте. Все, не шевелите своими извилинами, все. Перед вами стоит начальник гаража хлеб-завода. Так, все-таки тяпнул, да? А ну, отдыхни. Да не на ребенка. Давай быстро в машину. Да не пил я. Я серьезно сейчас сказал. Серьезно. Правда. А ну. Первый раз в жизни может быть. А, серьезно. Так, ну ссорьтесь, я вас уволяю. Иван Степанович, это серьезно вы сказали? Женечка, как однажды сказал один очень умный человек, чтобы взять власть над людьми, нужно отдать власть над собой разуму. Анатолич, ты сам сейчас понял, что он сказал? Что ты каждой бочкой затычка? Сам что-нибудь умное сказал, а то все. А что он умничает? Не у него ж праздник, а у Женьки. Женек, ты дедушку Ваню слушай. Я тебе тоже пару фокусов могу продать. Берешь снежок, прикрепляешься до учительским столом к потолку. У нас географ так кричал, когда снежок ему за шиворот прилетел, что аж стекла по лобам. Иван Степанович, чему вы учите ребенка? Ну, право слово. Кстати говоря, у меня в школе тоже был подобный. Вот мы пеньки ухи. Ты по себе не суди. Мы ж детям не позвонили. Давай, давай, давай. Да сейчас. Нет, нет, ждем. Ждем. Алло, Машенька. Здравствуй, доча. У тебя там вокруг места много? Так танцуй. Женечка в лицей поступила. Что значит, зачем? Они Женечку в Голландию забирают. А что значит, забирают? Навсегда. Навсегда, Оля. Дай сюда. Я отойду, я боюсь, не сдержусь при детей. Алло. Манька. Вы что там в Голландии вообще, что ли? Вам там от шары напекло, что ли? Вам приехать уши оборвать. Здесь, знаете, угрозы не помогут. Здесь нужны аргументы. Ура. Ну, что ты стоишь. Это твой сын. Давай, давай, давай. Это... Здравствуйте, Папа. Понимаю, в чем дело. Ну, разве так можно? Женечка все лето готовилась именно в этот лицей. Кто решил? Как? Ну, да, эта инициатива от нас сходила. Дай сюда. Ну, кто так разговаривает, Анатолич? Алло, какая Голландия? Вы что там? Как она там учиться будет? Там на другом языке говорят. Вот ушлый у вас сын. Он ее уже пристроил в школу при посольстве. А вы... А ну, Максик! Максик, как же вы с нашей пышечкой общаться? Валя, 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 Валя! Ну, что, Валя? Прикрепите серику. Варю, Максу дай мне Машу, пожалуйста. Ваня, Ваня, перестань. Валентин, она не трое меня. Мы, Максик, мы поймем. Не трое. Ну, еще мы с Юрием Анатольевичем, мы еще, так сказать, сможем приехать. А ты своих родителей знаешь лучше, чем кто-либо. И кто же им визу даст, понимаешь? Все! И потом, и потом, и потом. Если даже выдать визу Ивана Степановичу, он же ее тут же потеряет. Все! Это Иван Степанович, ваше самолюбие, оно может подождать ради общего блага. Машуня. Не, 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 не учитывайте мнение Женечки. Да хватит аргументировать, да не дожанусь. Если вы Женечку заберете, я просто уберу. Валюха. Я уберу. И потом, и Женя может не захотеть поехать. Да кто ее еще туда пустит? Дед, баба, я хочу. Алло. Созвонимся позже. Баба, баба. Баба, баба. Прошу, пожалуйста. Вот он, этот дом. Здесь же женщина живет одинокая. Муж скончался. Неудачная операция. Ну, пожалуйста, пройдемте. Да, большой дом. Дом необыкновенный. Смотрите, четыре комнаты, все удобства, ванна, туалет. Ой, сказочно просто. О, какой вид. И участок большой. Участок огромнейший. Но, если вы надумаете брать, полагается небольшой задаточек. Я подумаю. Да, пожалуйста. Вот, смотрите. Да. А это еще кто? Ну, вы же сказали, хозяйка одинокая. Ваня! А ты что, уже дома? С выздоровлением, Ванечка. Пошли. Дом перепутал. Вот, Анатолич, на ком я сейчас нервы успокоил. А ну, иди сюда, Митяй. Иди сюда. А, черт. Ванечка, тебе нельзя волноваться. Сюда, подойди. Подожди. Слышишь? Ваня! Подожди, подожди. Вань! Это кто? Рокер. Рокер, да? Ну, тебе конец, рокер. Я тебя сейчас сделаю. Ваня! Аккуратно. О, господи. Не открываем глаза. Юра, мы идем. Валюха, ты мне мешаешь. Иду я. Валя, Валя, Валя. Ко мне. Жека, не подглядывай. Идем. Юра, идем. Что вы думали? Подходим, подходим, подходим. Подошли, держимся ручкой. Валечка. Валечка, отлично. Ага. Юра, а сейчас можно? Можно. Ого. Что это? Валечка, Иван Степанович, мы вам чрезвычайно благодарны за гостеприимство. И мы решили вот ответить подарком. Вот мы подумали, а почему вам не обзавестись стиральной машиной? Иван Степанович, я так подумал, а? Подключайте и пользуйтесь. А что вы вот это понапридумывали? Да нет, но это же она же такая дорогущая. Учеба, Степанович. А зачем вы так заморачивались? Степанович, ну, можно было деньгами отдать и все. Ваня! Мы думали, что вы обрадуете. 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 Все, все, все. Ну, просто. Сейчас, не бой, без всяких просто. Давайте, закройте. Весь, что там. Стирала, рука не будет. Что опять не поделили? Ну, там это очень приятно. Представляешь, опять отвязываются от подарка. Это же такая вещь. Это же... О! Ну, а что, тебе не нравится, как все? О! Максим! О! Вот это да! Юра, Юра, Юра! Ну, стой, ковыля, ля, ля, ля. Ну, что рассказывать? Живы все, здоровы. Все хорошо. Ты здесь, она сейчас там одна. Ей же тяжело. Да ну, почему тяжело? Мы няню наняли. Ой, Максим, ну, на что нанимать? Глянь тут, сколько нянь сидит. Может, вернетесь, а? Валентина Петровна, ну, сколько раз можно повторять? Работа у меня такая. Тем более, Женя там с нами будет лучше. Да, Валечка. Наши дети выросли. И принимают решения самостоятельно. Пап, а когда мы к Паме в Голландию улетаем? Первого сентября. Рано утром. Как первого сентября? А что же это? Что же это получается? Женечка праздник пропустит? На каком празднике, Валентина Петровна? Как какой? День знаний. Так зачем ей этот день знаний, если она все равно в школу не здесь идет? Нет, подожди. Женя, она сдала экзамен, она поступила. Я считаю, она имеет полное право услышать первый звонок. Да, Макс. Все-таки такой день, ну, раз в жизни. Надо остаться. Да, ну, нет, ну, что вы такое придумали? Нет, подожди. Первый, да, это ж линейка будет. Это там дети все соберут. Я знаю, что ты молчишь. Что ты молчишь? Ну, опять бы начинай. Относите, относите. Относите. Ничего же страшного, если мы один день пропустим. Я тебе правду хочу на эту линейку. Что сделать? Остаемся? Молодец, Женек! Молодец! Хороший выбор сделала. Все, Макс, дуй в город, меняй билеты. Анатолий, за это надо выпить. Значит, Валюш, смотри. Я смотрю. Все очень просто, элементарно. Пишу. Вот это режим стирки. Да? Выбираешь в зависимости от типа белья. Это в смысле, это в смысле постельное, нижнее? Нет, это в зависимости хлопок, шерсть или синтетика. Это дурет. Валюш, вот это кнопка дополнительного полоскания. Вот это. Она что, и полоскает сама? Валя. Ну, Оля, ну все, я поняла. Все сама. Ну, прям как я. Ну, просто удивительно. Полоскает сама. Так, Валюш, давай не будем это записывать. Проще мы один раз постираем, и ты сразу во всем разберешься. Да правильно, точно. Я ж хотела Женькино белье постирать. Вот и давай. Вот и давай. Да. Про встроенный интеллект. Даже нечего заикаться. Да что ж это за дом-то такой, а? Мамай как будто пронес. Куда все подевалось? Неделю не было. А ничего уже не найдешь. Вот где тут рубанок был? Куда делся? Ванюш, привет, ты дома? О, пришел. Расхититель социалистической собственности. Ну, что сразу расхититель? Взял на время, вот пришел вернуть. Ты только мне лапшу на уши не вешай на время. А дом ты тоже хотел на время продать? За дом прости. Бес попутал. Я ж не знал, что тебя так рано из больницы выпьешь. Шо? А? Виноват, Ваня. Виноват, готов искупить. Я с тебя удивляюсь, Митя. Тебя за эти преступления расстрелять мало. А ты хочешь откупиться одной бутылкой водки? Двумя, Вань. Питью, Митяй. Питью. Это еще по-боже. Сейчас, Вань, сейчас все будет. А ну, стой. Все. А ты мне все вернул? А кирпич где? Какой кирпич? Красненький такой, хороший. Главное, что мой. А-а-а! Кирпич! Вань, тут такое дело, понимаешь? Эй, 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 эй. Ты только не вздумай мне сказать, что ты уже толканул кому-то. Да ты шо, Степаныч? Ты думай, что говоришь, чтобы я чужой кирпич толкнул. Шо тут удивительного? Ты похуже гадости делал. Ах, вот так. Обо мне какого мнения, да? Ну, спасибо. Друг называется. Слушай, ты, друг, ты из себя обиженного-то не корчь. Через час, чтоб кирпич был. Понял? Я не слышу. Будет тебе кирпич, будет. Ну, так. А вот друга у тебя больше нет. Не вздумай. Валюш, ты чего? Валя! Ты чего? Валюша! Я тут подумала. Это я в последний раз ее белье стираю. Господи, боже мой. Ну, почему в последний? Ну, она еще приедет к нам. Да когда же теперь это будет? Ну, на следующее лето. Наверное. Вот именно, что, наверное, Оля. Так, Валя, давай стирать. Давай стирать. Бубочка моя. Бог в помощи, Иван Степанович. Привет, Борисич. Ага. Какими судьбами? Да вот. Мимо шел. Гляжу, ты тут стройку затеял. Да не, это я так порядок навожу, чтобы глаза не мозолило. А то, знаешь, тут много всяких охотников до чужого добра. И не говори. Ага. У меня вчера вечером вот точно такую же кучу кирпича кто-то экспроприировал. Да ты шо? Да. От гады, а? Да. А ты этот кирпич-то где взял? Шо значит, где? Ну, просто, где? Ты че, Борисыч, меня что ли подозреваешь? Да нет, ну, странно просто. Два дня назад Митяй мне вот точно такой же кирпич продал. Ну вот, один в один. Не, это мой. Это мой, можешь спросить у... Че? Как это два дня назад? Вот так. Вот собака. Не понял. А ну-ка, Борисыч, пойдем-ка навестим этого торговца. Пойдем. Ай... Ну че, сейчас разберемся. Митяй! 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 борисыч прошу митяй выходи подлый трос ну и где он так кто его знает дело если я знал где он есть митяй митяй есть лучше по-хорошему выйти я тебя прошу меньше срок получишь ну шо сарае нет в доме тоже нет значит уже сбежал куда-то если бы был вышел бы конечно что я знаешь я за то чтобы дом спалить да ну давай завтра придем все равно никуда от нас не денется а можно и так конечно ну ладно пошли что ли пошли пошли а завтра придем привет автолюбитель здрасте ну что все митяй приехали давай вылезай не я говорю мне здесь хорошо а ты что обордел что ли совсем не ломайте мне пожалуйста новую машину ты что страх потерял стыд потерял что закрылся степаныч слушай ну что будем делать борис а давай я я сейчас стекло разобью да подожди ты степаныч давай милицию вызови вот пускай они как хотят так его оттуда и вынимают все самим-то морочится правильно 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 милиция поэтому уголовнику давно уже в тюрьму надо позвоню то на фига на милиция давайте по соседски давай и о как заговорил борисович а по соседски да ну давай разберемся влезай дать да нет мне здесь хорошо ну что будем делать да ну его пускай деньги за кирпичи отдаст и все я конечно перед вами дико извиняюсь но у меня денег нет они кончились пропил уже все да тогда будешь отрабатывать правильно отрабатывать будешь мне материальный ущерб а борис чуморальный вот мне тоже материальный подожди это как а вот так кирпич то поделить надо здрасте кирпичи то мои и мои тоже так будет по-честному слышь ты тунеядец завтрашнего дня и начнешь понятно каждые два часа смена хозяина понял я вам шо раб шули все я разбиваю стекло вводим понял вот так завтрашнего дня каждые два часа вот так пошли 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 борисович собаку на него натравить надо пошли пошли на себя на надо было взять чтобы порвала чертовой матери это ж как надо как же земля такое носит а ведь он был комсомольцем поля у лёха у вас то бегать это женькой слушай если я поздно буду ты его на ночь тебе заберешь ну ладно а куда ты намылилась да еще при параде при полном 0 алексей алексеевич меня на свидание пригласил ты шоу какие планы мы же в клуб пойдем я не знаю точно ну ты ж смотри там не растеряйся мужик-то славный ну кого ты учишь уже да не подходит это вообще под нашу систему они там свободно учатся кто хочет учиться тут не хочет а потом единый экзамен в голландии ну что ну и и он не единый уже вернулись ну поменяли билеты все нормально а вы шоу уже вернулись да да и у вас павыч а вот валентина петровна у него как все нормально а шоу у меня такое ощущение что она не в себе вот прям ай да ладно ну не обращайте внимание ну ну расстроилась баба ну что ну я другое хотел спросить олечка без нашей голубушки ладно тебе ты думаешь мне легко их отпускать я просто держусь я не позволяю себе я держусь ну что здесь за потоп такой здесь что лук шуле резали да какой лук ваня ну что случилось просто не хотим их отпускать и все так ну мам мы же договорились я я все понимаю мы договорились но мы ничего не можем с тобой поднять поделать да вам дошел валя вам дошел вы еще и увидите а вы с иваном мы же даже на 1 сентября мы выпасть не сможем почему это с какого перепугу как с какого тебе же понедельник выходить на работу ты шо а хозяйство на кого мы шо на митяя оставим а это я не подумал а я подумал ладно ладно валюха перестань что-нибудь придумаем максимум макс может не полетите никуда они на право на шо вы устраиваете на правда ну хватит уже все я придумал макс раз мы вас за границу проводить не сможем значит устроим проводы здесь все мы с валюхой устраиваем вам пикник а шо а шо я в лесу у нас такую поляну знаю ой залюбуешься да вы такие проводы устроим меня в армию так не провожали а а а а а а и и а и и и 2 Валюха, а ты ж вроде белье недавно стирала. Да это ж я руками, Вань, а это у машинки. Гляд, оно прям сухое. О, ну тогда конечно. Нет, тогда оно ж, оно ж тогда конечно. Ой, да чтоб вот это ты понимал, балабол. Иван Степанович, доброе утро. Да как скажете, Оля Николаевна. Валентина Петровна. Ау! Что, Юрий Анатольевич? Валентина Петровна, вы рубашку мою стирали. Ну да, а что, что-то случилось? Ну а почему в карманах не посмотрели, там же билеты лежали. Ой, мамочки. Что случилось? Да вот Валентина Петровна билеты постирала. Господи. Осторожно. Валя, ну что ж ты так? Ну, Оля, ну это ж, это ж чужой карман, а я ж не привыкшая лазить у чужой кармана. Валентина Петровна. Ну, Юрий Анатольевич, Оля, ну ради бога, ну за ради бога извините меня. Валентина Петровна, я так чувствую, не очередная командировка в город намечается, да? Все вздыхает. Э, Митяй, ты там это не филонь. Это наряд Валюхин, так что, чтоб там все блестело, чтоб не придерешься. Да я и не филоню, я просто устал. Ха, ты, а с чего ж ты устал, когда ты только первое окно моешь? Ага, да я уже у Борисыча на огороде шести утра отпагал. Ой, ой, бедненький. Не, я, конечно, виноват, понимаю, но вы меня тоже поймите, у меня возраст, давление. Так, хорош ныть, мой давай. Не, я, конечно, Вань, тебе очень благодарен. Работа, конечно, унизительная, бабская, но не то, что у этого карахобура. А ты не радуйся, ты у меня тоже будешь огород пахать. Вань, ну давай хотя бы завтра, а то я сегодня сдохну, а оно тебе надо. Да, вилова ты нам с Борисовичем Катаржанин достался. Да. Ладно. Огород завтра скопаешь. Спасибо тебе, Вань, ты настоящий друг. Тамбовский волк тебе, друг. Друга он нашел. Опаздываешь, Митяй. Борисович, прости. Устал, как собака, еле дошел. А что такое? Да шо. Ой, друг мой так называемый заставил меня шифер на чердак перетаскивать, он руки трясутся. Сто листов, представляешь? Да ты что? И ты один таскал? Ну а шо? Ему ж после операции ничего поднимать нельзя, вот я и коряча сам. Редкой, красотой животной. Да. А где мы? Ну ладно, ладно, посиди, отдохни. Правда же? Да. Борисович, вот ты настоящий человек, не то, что этот кровопийца. Только смотри, Митяй, забор на огороде сегодня покрасить надо. Конечно, конечно, я только немножечко передохну и... Правда красивая? Ты моя сладкая, ты мой сладкая, сладкая. Сладкий мой. Жень, а когда ты с Голландией приедешь, расскажешь, как там было? Конечно, расскажу. Только я не знаю, как ты вернусь. Как это? Ну, мы же туда жить уезжали. Мы совсем. А, понятно. На, держи, это тебе подарок. Леш, ну это же твой патрон. Ну да, теперь он твой. Леш, ну зачем? Он же у тебя один. Ты же сам говоришь, что в поселке больше ни у кого нет такого. Ну, я думал, тебе приятно будет. Ну, приятно, конечно. Спасибо, Леш. А я тоже хочу сделать тебе подарок. Держи. Жужа? Это же твоя любимая игрушка, Жень. Да. Мы ее заберем в телепусе. У нее же паспорта нет. А еще мы все с ней вечером поговорили. Она сказала, что хочет остаться. А чего? Не знаю. Наверное, ты очень понравился. Спасибо, я ее буду беречь. Слышишь, Жень, хотел еще кое-что спросить. А у PlayStation твоего паспорт есть? Леша. Леша. Степаныч. Иван. А шо? Ну, ты где? Ну, где, где? Где надо, где? Я же сказал уже, шо? Ну, имей ты совесть, шо? А что, я у себя? Ну, договаривались же, по два часа на каждого. А ты его уже четыре мурыжешь. Кого? Митяя кого? Да, фу ты. Я же думал... Подожди. Подожди, Борисович. А как же? Я же думал, это ты его задерживаешь. Так он не у тебя, что ли? Нет. Ну, зараза, а? Так, да подожди. Ай! Сволочек. Борисович, это что ж ты за человек-то? Ну, извини, Вань, ну, не сдержался. Не сдержался? Ну, договорились же. Сначала я, потом ты. Ну, так получилось. Получилось. А я как дурак простоял и все. А кто вообще это придумал, что лежачих не бьют? Трусы. Чтоб вы подавились своими кирпичами. Как ты думаешь, Борисович, это он встал или еще на коленях? Не знаю. Работоропцы! Ах ты, зараза. Вы еще вспомните, битя! О, попал. Ага. Пошли. Валь, ты билеты специально, что ли, постирала? Таня, случайно. Валь. Они же большие. Как ты их могла не заметить? Ну, успешки. Ой. Ой. Ну-ка, глянь-ка ты на это чудо. Какое чудо? А вон оно, надвигается. Здоровья, Баня. Привет, бабоньки. Привет, Любаня. А что это вы такие счастливые? Да не что, просто настроение хорошее. Ну, понятно. Удалась я вчерашняя свиданица? Да не твое дело, Валя. Да ладно, расскажи. Ну, что рассказывать? Ничего не было. Ну, да. Обычно, когда вот так вот ничего не было, вот после этого с такой глупой улыбкой по улице и ходят. Да ну вас, бабоньки. Пойду я. Ну, что издеваться-то, ну? Да поздравляю, Любаня. Да спаситочки. Ну что, Анатолич, а ты в этот раз-то надежно билеты запрятал? Ну, не знаю. Если Валентина Петровна не решит постирать мою сумку. Это такая черненькая с колесиками? Да. Валя. Да. Что? Да пошутила я, Господи! Валентина Петровна, вон бабушка, да? Купила. Не переживай, мам. Я заберу билеты, и они всегда будут рядом со мной. Правильно. Потому что Валюха, кстати, а ты мясо для пикника замариновала? А, Ванюша, забыла. Не, ну можно тебе хоть что-нибудь доверить, а? Иван Степанович, не надо волноваться, все уже куплено давно. А что куплено? Все, все, что нужно для пикника. Мангал, зонтик даже купили. Мясо уже замариновано. Вы что, опять что ли? Ну это же наш пикник с Валюхой, мы для вас его устраиваем. Ну, а мы вам помогаем. Ну, не расстраивайтесь так, Иван Степанович. Уже купили. Вот видишь, Валюха, опять ставят прямо перед фактом. Иван Степанович, ну будет обижаться. Вы тоже можете купить мясо, замариновать. Посмотрим, у кого, кстати, вкуснее будет. И замариную, Анатолич. И замаринуйте. И замариную. Замаринуйте, замаринуйте. И замариную, Анатолич, замариную. Замаринуйте, мы уже замариновали, а вы попробуйте. Замаринуй. Замариную. Глянь, я замариную. И замариную. Долго буду виноват. Я замариную, Анатолич. Еще как замариную. Таня! Мэри Поппинс Анатольевич, как идут дела подготовки к пикнику? Полным ходом, Иван Шипанчик, это хорошо. Народ, кажется, у нас пикник отменяется. Это что за новости? Я смотрела погоду по интернету. У нас во второй половине дня дождь. Что вы думаете, не будет никакого дождя? Да нет, Иван Степанович, похоже будет. Парит, как перед дождем. А я говорю, не будет. А я гидрометцентру больше верю. А я говорю, не будет. Так что вы тут опять уже не поделили? Говорят, что будет дождь, ты как думаешь? Да надо у Митяя спросить. У него же на дождь сюда суставы крутит. О, видели? Раз в год, но ее извилина работает безукоризно. Ванька, я сейчас выйду. Валь, выйди. Выйду. Валь, выйди. Макс, не залей Вале и Георгины. Ну? Непонятно, Вань. Что тебе непонятно? Да оно вроде как и крутит, а вроде как и нет. Ну, и что? Сейчас давление определим. Чего? В состояние барометра надо войти. Ну, входи уже. А погоди, как будто это так просто. Тебе же точность нужна. Ну, да. Все нормально, Вань. Можно ехать. Это точно, Митяй? Да точнее не бывает. А то, что парит? Где парит? Так это нормально. Парит это засыпь. Ну, смотри. Вань. Угу. Где оно ему там парит? Ну, вы готовитесь. Не на пикник, а на войну прямо. Тут все необходимое. Ага. Ты лучше скажи, какие прогнозы будут? Оптимистичные. Гидрометяй-центр сказал, что дождя не будет. Можно ехать? Ну, вот хорошо. Вот так. Кстати, Анатольевич, ты бы вспомнил навыки вождения, то будешь дергать, как в прошлый раз, а тебе везти. А почему это я? Здрасте, а кто? Ты же у нас не пьешь, тебе и руль в руки. Кто тебе сказал, что я не пью? Я с удовольствием выпью бокал красного вина. За твое здоровье, Иван Степанович. О чем ты говоришь? Ну, тогда поди. Обрадуй Ольгу Николаевну. А что тебе здесь есть? Тебе после операции все равно нельзя? Анатольевич, я на этой операции, знаешь, сколько крови потерял? Ее же надо как-то восстанавливать. А красный венок как раз способствует восстановлению. Ну, я не знаю. Я тоже не знаю. Что, ты калеку будешь за руль сажать? Нет? Не надо. А зонтик забыл. О, а теперь прямо, Макс. Вот как вот дорога идет, вот так вот все время прямо. Э, народ, вы как там? Отлично. Может, музыку включить? А то вы что-то, я смотрю, там заскучали. А ты сядь сюда, весельчак, а мы на тебя поглядим. Не могу, Валюха, а я ж как за штурмана. А без меня вы сейчас в одну секунду тут заплутаете. Да мы и так уже заплутали. Полтана сейчас крутимся, никак твою поляну расписную найти не надо. Ну, мы, может, как-то в поворот проскочили. Сейчас найдем. Вот мне просто интересно, кому пришла в голову гениальная мысль надуть матрас сразу? Котя, ты я надул. Не сомневался. Ну, мы с Женькой вот решили проверить, нет ли дырок, а потом сдувать как-то. Жалко стало. О, Господи, за что мне все это? О, вот она! Все! Вот так поворачивай, Макс, вот, давай, и все. И сюда. Все, приехали! Отлично, так, спокойно вылезаем, спокойно. Машину не ломаем. Все вылезаем. Фу! Спокойно. Вот она. Ой, природа, обними меня. А воздух, это ж не то, что в городе, да? Да слава богу, не зря трястись. Красота. Я предлагаю за приезд. Как? Оля Николаевна. Открывайте, о чем разговариваешь? Молчание подается за согласие. Внимание, Женька! Внимание! Эй! Ого! 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 Оп! Давай. Хе-хе-хе! Отлично! Ого! Эй, Анатолич, а ты хорошо привязал? Нормальный, Иван Иванович Павлович. Это еще тот узел. Его придумали монахи, между прочим, в четвертом веке в Китае. А-а. До нашей эры, естественно. Начинается. Когда правило династия цинь-цинь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Зачем я спросил? Нет, все-таки, конечно, ребенок должен жить с родителями. Смотри, как они счастливы. Да, конечно, Оль. Я разве что говорю? Ну, просто страшно. Другая страна, другой язык. Ничего. Женька у нас девочка шустрая. Быстро все схватит. Ага. А мы тут сгущать будем. Тихо, тихо, Валя. Не начинай. Валя. Анатолич. А что ты это сыпешь? Уголем, Аспальчик. Я знал, что учителя мало получают. Но чтобы вот так вот еще и шахтером подрабатывать, это я не знал. Вы отстали от времени, между прочим. Сейчас уже костры вот так вот никто не разжигает. Да? Обратите внимание, как это делается. Ах ты. Ага. У нас вот это делают после, а не до. А вы спешите, между прочим. Так? Теперь мы берем спички. Как, с одного раза, с двух? Вообще не загорится. Понимаю я. Оп. И вот так пять минут прогорит, а потом начинайте готовить. Ха. Но мы посмотрим, у кого вкусней будет. А, давай. Засекаем? Давай. Здравствуйте, дорогие телезрители. Итак, мы начинаем репортаж с уникального турнира по бадминтону между командами Валентина и Шахтер. Слушай, рекомендатор, чем языком трепать, за шашлыком посмотри. Не переживай, Валюха, у меня все под контролем. Итак, первая подача Шахтера. Оп. Ха-ха. Как нам тут сейчас не процитировать моего знаменитого коллегу. Такой бадминтон нам не нужен. Сосредоточься нужной ванной. Юра, ты за шашлыком следишь? Извините. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, Юра. В комментаторскую кабинку потянулся запах горящего шашлыка. Да, вероятно, в раздевалке Шахтера будет сурдезный розовод. Ха-ха-ха. Да, такой шашлык нам тоже не нужен. Ха-ха-ха. Юра, тебе хоть что-нибудь можно доверить? Куть, я думал, он еще и готов. Ты думал? Кто это теперь будет есть? Ха-ха-ха. Может, может, обрезать? Я не понимаю, а что, нельзя было попозже в бадминтон сыграть? Ну, ладно, Оля, ну не переживай. В конце концов, это не конец света. Ой, что это, Ваня? Ничего страшного. Это грибной. Да какой грибной ты? Да, Ваня, вон ты! Куда? Стоять! Стоять! Куда? Стоять! 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 Юра! Разрывайся! Стоять! 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 Отвони! Вот! Как она? Машина! Стоять! Кто это придумал? Дети! Да? Стоять! 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 Просто китай! Отец! Маша! Мама! Заброски не лезь! Отец! Ну разходи! Да пройдя! Стой! 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 Ой, все вроде занесли, да? Да вроде. Ой, забыли. Что забыли, Женечка? Я ж кубарю забыла. Да ты шо? Сажлик, заказывали, а? А дочь Ивана Степановича не заказывали. Да ничего, с дождем еще веселее. Да, Женек, а? Спасибо. Куда уж веселее, Иван Степанович? А мы, между прочим, вас предупреждали. А вот тут, Ольга Николаевна, я виноват. Да. Барометр дал сбой. Ничего, я приеду починю. Как шашлык? Мне не очень, Иван Степанович. А я не тебя, Анатолий, спрашиваю. Ты лицо заинтересованное. Макс, как? Ну, знаете, немного сыроват. Вкусный. Вот, спасибо, Женек. Правильно, горячее сырым не бывает. Ха, жалко, что, конечно, выпить нечего. Как нечего? А вино? Вино. Да, вино. Анатолич презентовал ракам, чтоб они лучше встречали Новый Год. Я же его хорошо привязываю. Да ладно, сиди уже, шаолинский монах. Ты шашлык хорошо приготовил. Ха, чтоб вы без меня делали. Сейчас. Пораз. Вот так. Поразительно. Опа. Ты гляди. Олега, гляди. Вот я. Я знал, чтоб второй раз в магазин не бегать. А я не видел, а. Да выходите, уже дождь прошел. Да, точно. Опа, аккуратно кофе. Да. Да, красота. Отдохнули. Ну шо? Я так понимаю, шо сейчас на пассажок, да, поехали, да? Давай, Валюха, собирай закуску, шо делать? Вот ты ж точно, как твой батя. Господи, осторожней, осторожней. Осторой. Куда? Не глупь. Так, мы, кажется, застряли. Спокойно, Макс, газку поддай. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, хорош, все, подожди. Подожди. Я посмотрю. О-о-о. Куда? Засели. Так, общая мобилизация. Выходим. Застряли. Выходим все. Кроме Женьки. Ну что за день сегодня такой? Сегодня суббота. Да вы не переживайте, Ольга Ивановна, сейчас вылезем. Давайте, толкайте. Эх, да бенушка окнем. Эх. Еще. Давай, давай. Давай, давай. Еще подкачай. О, ты еще ляпин. Ты что это за руль уселся? Ну давай, вылазь, пусть Ольга Николаевна сядет. А ты будешь помогать толкать. Не, мне нельзя, Валюха. Я ж после операции. Ага. Пить, значит, можно, а толкать нельзя. Здрасте. Одно дело тосты толкать, а другое дело машину. Давайте, не отвлекайтесь. Эй, зеленая сама пойдет. В раскатечку. Пойдет. В раскатечку. Еще раз. Еще раз. Так, стоп. Стоп. Всё! Всё! Сели! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вань! А где вы были? Отдыхали! А-а-а! Ага! Как будто не видит! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лёша, не гони! Так, Зая, мы точно ничего не забыли? Да, точно, я проверял хоть. Нет, знаешь, вот проверь ещё раз, я тебя знаю. Валюха, ну хватит уже! Ну ладно, ладно, всё! Валентина Петровна! Валентина Петровна! Шо, Максик? Ну вы опять за старое? Шо? Это вы мои штаны вчера постирали. А кто ж? Максик, они такие грязные были после леса. Ну? Ну а почему? Почему вы карманы-то не проверили? А шо? А там билеты были. Ой! Что случилось? А Валентина Петровна постирала штаны с билетами. Ну ладно, Макс, ну не обижайся, она ж не специально, да, Валюха? Ага, я не специально, я не специально. Макс, ну поменяешь на новую. Да, действительно, дела у меня нет. Макс, сейчас не время. Ох, доброго всем вечерочка. Вот и мы, гоху, здравствуйте. О, прицелу, гоху. А шо этот барвунит? Ты шо приперся? Попрощаться хочу. Ага, а извиниться не хочешь, не? Да ладно, Валюха, он еще утром искупился. Ага, вон оно шо, то-то я слышу запах какой искупленный. Не хватит. А мы виноградочную дорожку, Анатолич. О, здравствуй, спасибо. Да это мое. Спасибо. Юрий Анатольевич! Да иди. Прощай, Валя, Валя, Валя. Пока, Лёшка. Пока, Женька. Теперь ты приезжай в Костю. Постараюсь. Да, Юрий, спасибо. Давайте садиться. Дедушка. Ольга Николаевна. Ну ладно. Садимся. Давай бабульку целуй. Моей тряпочкой. Вот так, беги. Юра, еще не напился за месяц, да? Подождите. Приезжайте! А ты-то чего? А? Было, что-то попало. А ну ладно. Ааа... Ааа. Аааа. Аааа. Ааа. Аааа. Гая, Гая, не храпи. Ой, какой кошмар. Зая, Господи. Иду. О, Господи. Иду. Ну шо? Пойди, соскучились. Ну что ты молчишь? А что сказать, Коть? Скажи, что это сон. А ты в курсе, что у тебя гости? А ничего, что мы жили у людей полтора месяца. Подожди. Должна же быть какая-то ответная реакция. Ну конечно. То есть теперь ты у Берковича в рабстве на законных основаниях. Пожизненно. Ну и с чем тебя и поздравляю. Привет проектору. Оль. Оля. А шо рыбки настоящие? Ну конечно настоящие. Ля. Дорогущий небось? Да нет. Ля-ля-ля-ля-ля. О-о-о. Мороки с ними, да? Ну не больше, чем с твоими курями. Ну ты тоже сравнила. Ах, не кисло вы устроились с Анатольевичем Ольгой Николаевной. Еще говорят по телевизору, что учителя мало получают. А у вас вон какие хоромы. Еще и рыбки. Иван Степанович, пожалуйста, не надо это трогать. Да. И потом, сколько раз вам можно повторять. Юра не учитель, он профессор философии. Ну это одна халва. Так, все, хорош, угомонись уже. Да шо я такого сказал? Да ничего. В сторону отойди. Давайте показывайте, что у вас еще есть. Ага. Жен, ну не обижайся на меня. О, не понял. Иван Степанович. А это шо такое? Ну Иван Степанович, ну что вы как маленький, это туалет. Так туалет же у вас вон возле спальни. Да. А у вас шо, два туалета шо ли? Да, у нас два туалета, я считаю, что это абсолютно нормально. Один для нас, другой для гостей. Маловато будет. Надо было третий еще сделать, для родственников. А так, куда ж Валюха теперь ходить будет? Да иди ты, дурень. Да ладно. Так, Женек, пошли дальше. Шо тут у вас? Это кухня. О, смотри у них. На блюде одни яблоки. Вот люди, а. Значит, вы бросили все свое хозяйство и примчались. Ах, какие молодцы. Почему бросили? Не, мы на Митяя оставили. Да это все равно, что бросили, Оля. Риск есть, это да. Но с другой стороны, не каждый же день у меня внучка 1 сентября в школу идет. Да, Женек? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Классистер ты кнешь. Инечка. Дувахшен. Их мёхти дихних тотн. Сделай, пожалуйста, мне что-нибудь покушайте. Бутербродик. Ферфлюхты. Ферфлюхты. Да какой бутербродик, Оля? У меня же все с собой. Вот. И борщок. И котлетки. И картошечка молодая. Я ж знала, куда еду. В каком смысле? Ну, в смысле, что у вас же в городе тут с продуктами не очень. А у нас же все свое. А ты что подумала? Ага. Слушай, а где банка с помидорами? В машине в сумке стоит. А что она там делает? Стоит, я тебе сказал. Кстати, Иван Степанович, где вы припарковали свою четверку? Вот удобное место. Прямо напротив подъезда вот так поставил. Что это с ним? Да что их городских разве поймешь? Сейчас я все выясню. Завтракайте. Оля Николаевна. Ага. 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 Михаил Иванович. Оля Николаевна. Ну, ё-моё. Ну, вы же знаете. У меня в 10 часов приём. Да, да. Я вас... Михаил Иванович, вы, ради Бога, тысячи извините. Не будьте великодушны. Просто, понимаете, приехал Сват из деревни. Иван. Иван Степанович, абсолютно деревенский житель. Что вы стоите, Иван Степанович? Давайте уже куда-нибудь разверните эту колуману. Ага. Машин уже, а машин... Не трогайте её, пожалуйста. Вообще руками не прикасайтесь. Сейчас. Это просто недоразумение. Ну, хорошо, хорошо. Я не успела, понимаете, а он уже... Иван Степанович, давайте как-то, давайте быстрее в мок куда-нибудь. А, бля, бля, бля. Я сейчас. Подождите. Хорошо, хорошо. Ну, что вы. Осторожно, аккуратно. Ольга Николаевна, всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте, супруги. Благодарю вас. Ага. Всё? Что вы так взволнованы-то? Он что, бандит, что ли? Он стоматолог, Иван Степанович. А, стоматолог. Мне крайне неудобно перед ним. Он абсолютно нормальный человек. Увидел я их цены. Все они бандиты, а не стоматологи. Иван Степанович. У меня знакомый делает. Всё бесплатно. Вот это стоматолог. И во-вторых, а что это все можно, а мне нельзя так ставить? Ну, потому что это большая проблема. Это больное место, понимаете, не только в нашем дворе, это во всём городе. Ох, Господи, Боже мой. Поэтому, понимаете, здесь целая система. Идите сюда. Вот видите, вот эта машина. Вот эта машина, она выезжает только по будням в 9 утра. Понимаете? Вот. Вот эта машина. Это машина Равиковичей. Она выезжает только по четвергам. Последние три месяца она стоит просто здесь безвылазная. Даже четверги они не трогают. Но это не важно. Вот джип, который вы, извините меня за прямоту выражения, подпёрли. Он ездит только по субботам. А по будням, Михаил Иванович, с которым вы уже знакомы, печальным образом он рассекает, понимаете, на Вольве. Кстати, давайте, паркуйтесь на его место. Ага, вы же меня хотите под монастырь подвезти. Если он через час опять вернётся. Иван Степанович, дорогой вы мой, он, конечно, вернётся. Но забудьте про него. Если он вернётся, то он вернётся. И после приёма он поедет на охоту. Понимаете, и поэтому, естественно, вот это место будет свободно. А в принципе, в принципе, потом, потом надо будет перепарковать вашу машину вот сюда. Это место Каймановых. Вот, видите, я показываю. Оля Николаевна, вы простите меня за прямоту. Вот это, это не парковка. А что? Тетрис. Валюш, не копайся. Да иду я, иду. Слушай, я не понял. Э, а куда это вы намылились ? Ольга Николаевна ведёт нас на экскурсию в ближайший супермаркет. Харчизы куплю и завтра Женечке что-нибудь испеку в школу. Иван Степанович, мы ненадолго. Макс! Да, 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 да. У меня к тебе просьба, будь любезен. Полей, пожалуйста, цветы только везде. Хорошо. Ага, везде. Да, и пропылесось тоже везде. Да, да. И если останется время, влажной тряпочкой полы пройди, пожалуйста. Да, я еще в ванной комнате, я там затеяла постерушку, проследи, хорошо? Да, да, да. И, пожалуйста, я тебя прошу, ну, протри стеклышки в лоджии, ну, это неприлично. Гости, все, не скучайте. Мальчик, не скучай, мы скоро. Да, Макс, вот теперь я понял, почему ты в Голландию сбежал. Не понял. Давай, Золушка, разминаем мышцы. Мойте, мойте, не отвлекайтесь. Макс, не хочу тебя отвлекать, потому что у тебя еще много работы у тебя, глажка, стирка. Ты мне скажи, у вас далеко здесь авторынок, а? А зачем вам авторынок? Ты понимаешь, мне Валюха из своей премии денежек дала на новые колеса для моей ласточки. А у вас тут вроде выбор получше-ка. Иван Степанович, какой авторынок? На дворе 21 век. Проснитесь. Сейчас мы позвоним по телефону и закажем вам колеса. Как по телефону? Так, по телефону. И что, привезут? Конечно, привезут. А сколько это стоит? Женя, а мусли что это? А, мусли. Это хлопья такие с кусочками разных фруктов. Черт еще. Потом и думают же. Мюсли. В наше время, внучка, все эти мусли геркулесом назывались. Нет, геркулес это геркулес, а мусли это мусли. Есть другая переработка влагов. Моешь ты умняшечка. Они хотя вкусные, мусли эти. Мне не очень, а маме нравится. Хорошо. Спасибо вам. Мы ждем. Чего? Все. Сейчас пробьют на станции по базе и сказали, что перезвонят. Садитесь, как говорится, наслаждайтесь комфортом городской жизни. Ха! Вот это сервис, вот это то, что надо. Я бы рассказал ситуацию, спросил, вам не стынул, что он нет. Он с трудом может доказать свою правоту. Ну что ж, вам остается только расставить эти буквы в правильном порядке, и вы получите за это приз. Целых пять тысяч. Итак, думайте, думайте и соображайте. Звоните, звоните. Всего за одно слово. За правильное сочетание букв. Да это ж молоток. Звоните и соображайте. Итак, я слышу, у нас в студии есть... Слушай, а шо вот тут написано, а то бабка слепая стала. А, шо, три пачки, но слепаться не одной. Да ты шо? Ха! Черт и шо, пона выдумают же. Значит, это две пачки. Бесплатно получается. А ну, стой здесь, а, Женечка. Стой здесь, а. Пятнадцать тысяч за одно слово. Ну что ж, кто же этот счастливчик? Пятнадцать тысяч за одно слово. Да здесь я, здесь сейчас я. У нас были варианты. Молоток, котонка, толокно, локоток. Это не те варианты. Это не те варианты, господа. Звоните, думайте, думайте, соображайте. Маленькое слово. Всего одно маленькое слово. Молоток мне принесет пятнадцать тысяч. И так, кто же этот счастливчик? Ага. Здрасте, это молоток. Один только звонок. Вы потратите минимальную сумму, для этого звонка получите... Чтобы зарегистрироваться, нажмите три. Не дурак, понял. Нажал. Чтобы получить VIP-статус, нажмите четыре. Валечка, объясни, пожалуйста. А зачем тебе десять пачек лимонной кислоты? Да ты шо, не знала? Я ж смогу выиграть батарейки к фонарику с радиоприемником. Зачем тебе батарейки, когда у тебя нет фонарика? А бабушка и фонарик купила. Даже два. Вуаля. Шо? Ну, один себе один... Один у подарок. Так там же еще скидки были, семьдесят процентов. Это ж почти даром. Такая вещь. Ты шо, Оля? Чтобы сыграть в супер-игре, нажмите пять, а затем шесть. Нажал. Девушка, а что вы меня по цифрам-то гоняете? Так я пока буду, этот, кто-нибудь дозвониться. Регистрация прошла успешно. Оставайтесь на линии и ожидайте ответа. Да жду ж ответа вашего, жду. С вас тысяча триста семьдесят два рубля. Сколько? Тысяча триста семьдесят два рубля. Оль, мне не хватает. Займи до дома, я дам. Отоваливаться скидкой, да? Девочки, Хрестом Богом прошу Ваньке не говорите. Он же меня засмеет, гад. Женечка, не говори деду, ладно? Иван Степанович, нельзя же быть таким наивным человеком. Ну вот от кого, от кого. А вот от вас я такого не ожидал. Ну, даже Женька, вот даже Женька, даже она не клюнула бы на такую ерунду. Ну ладно, Макс, ну не добивай уже. Я и так вижу, что я оханулся. Надо было сразу после рекламы звонить. Я б тогда дозвонился, да? Опять двадцать пять. Все-таки шо не говорите? Городская жизнь не по мне. Шо, мгам, суматоха. На каждом углу то кабак, то стоматология. Такое ощущение, что в этом вашем мегаполисе половина больных, половина пианок. Шо, нет? Валентина, вы, как всегда, правда, преувеличиваете. А я с Валюхой согласен. Деревня какая поприятнее. Ну? И потом экология правильная. О, кстати, а не тяпнуть ли нам по рюмашке, а? Так, а ну завял. Завтра надо много дел переделать. Женечку к празднику собрать. Купить букварь. Портфель, форму, да, Женя? Ну, правда, что касается формы. Она уже куплена. Котя об этом еще летом подумала. Мм? Точно. А можно я ее пойду померяю? Ну, конечно, солнышко мое. Она же твоя. Иди на вспоренке в шкафу в твой. Ты Митяю звонил? Как там наша хата стоит? Не, не звонил. А шо такое? Тебе шо, особое приглашение надо? Ничего мне не надо. Ну, просто... Ну, деньги на мобилке кончились. Как? Я тебе только сегодня утром пополнялку взяла. Ну, не, ну... С работы я один лопух звонил. Я ему долго объяснял. Как там карбюратор, что-нибудь там. Ну, вот пусть этот лопух тебе и пополняет счет. Я пойду сама позвоню. Бабушки, дедушки, смотрите. Эй, внучка, вымахала-то, а? Не зря бабовали, если лето кормила. Ну, ничего, 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 моя голубушка. Мы завтра новую купим. Оль, да мы завтра новую все равно купим. Пойдем, пойдем дяде Митяеву позвоним. Спросим, как там наша хата. Так, пойдем. Как там наш старайся? Мак, а шо же это такое, а? Вот как это называется? Тоже мне сервис. Сутки уже прошли. От твоей станции он ни ответа, ни привета. Почему? Только что звонили. Шо? Шо, есть шины на мою ласточку? Нет. Сказали, что резину для автомобиля такой старой модели уже не выпускают. Старая? Тоже мне отмазку нашли. Сказали бы, что магазин поплыжный, вот и все. Не шумите. Не шумите, пожалуйста, Вастрович. Не шумите. Сейчас я вам резину по интернету найду. Почему? По интернету. По интернету. Тоже мне? Ага, старая. На ней еще ездить и ездить. Алло. Нет, это не Юрий Анатольевич. Это Максим. Ага. Чего? Мы соседи заливаем. Чем мы заливаем? Здравствуйте. Здравствуйте. Нас трое. У нас всего два часа свободного времени. И нас интересует самый полный список ваших услуг. Не беспокойтесь. Все сделаем. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так возьмите мою лоночку. Посмотрите, какая красавица. Я извиняюсь. Ирина Константиновна просто пока не в курсе. Дело в том, что линейку начнет Ковалева Евгения Максимовна. Это уже обговорено с дирекцией гимназии до Райану, Горану и Санэпидемстанции. И Санэпидемстанции. Вот так. Вот так. Юрий Анатольевич, пойдемте за мной. Я вас понял. Можно не вставать. Всего хорошего. До свидания. Извините. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Ну вот, вроде бы вопрос уже и решен. На сегодня родительское собрание закончено. До свидания. До завтра в 8.30. Бабушка, я боюсь. Мне до школы осталось. Всего 11 часов. Так. Ну-ка. Ну-ка. Евгеша. Вдох. Давай. Выдох. Нервные клетки не восстанавливаются. Спокойно. Солнышко моё, не бойся. Бабушки будут рядом. Не бойся. Ну, конечно. О! Привет, хозяюшки. Добрый вечер. О! Не винились, а не запылились. А чё? Юра, начало 9-го. Я жду объяснений. Котя, а разве Валентина тебе ничего не сказала? Я? Юрий Анатольевич. Да. А что я должна была передать? Мне самой интересно. Да нет, я думал, что и... А я думал, что и Иван позвонил и передал всё. Нет? Вот мне нравится, Анатольевич. Вот сам же накосячил, а Ванька виноват. Я-то был уверен, что ты-то точно позвонишь Оле Николаевне. Она Вальке передаст. Я? Поэтому я не стал звонить. Котя, ну, в общем, я виноват. Всё. Я беру всё на себя. Всё дело в том, что после собрания в школе мы с Анатольевичем зашли в боулинг. Да? Ну, партиюшку одну сыграли. И всё. Оля, а что такое боулинг? Это какая-нибудь пивная? Типа того, только с кеглями. Ну, я так и поняла. Ох, кто-то сейчас кеглями отхватит у меня. Ну, ладно, ладно. Ох, кто-то сейчас отхватит. Между прочим, перед вами, можно сказать, герои нашего времени. Дано. Да. Да ты что? Благодаря деду Ване и деду Юре, Женька будет завтра в школе давать первый звонок. Вот так вот. Да, я буду давать первый звонок. Давай порепетируем. Так, вот представший этот звонок. Звони. Солнышко, а что ты как будто стесняешься? Что ты как будто стесняешься? Вот дай мне. Сейчас бабушка Валя покажет. Ну-ка давай. Да возьми меня. Да ты что? Да что ты что? Не бойся, я не раздавлю. Я не боюсь, Валюха. Я крепкий, как скала. Но я перенес операционный аппендицит. Обереженного Бог бережет. Залезай на профессора, на профессора и на нем. Не надо, все. Все, солнышко, сейчас тебе бабушка Валя покажет, как ты дозвонишь. Смотри, вот берешь вот это. Вот он звонок, да? И ты пишешь. Динь, динь, динь. Нет. Давай. Динь. Давай, Валюха. Динь. Валя, 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 Валя. Динь. Валя, Валя, Валя. Я не могу согласиться с твоей методой. Все-таки, знаешь, не пожар, а это первое сентября. Поэтому надо идти легеннее. Динь, 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 динь. Не, мне Валюхина больше нравится. Динь, динь. Чтобы аж в деревне нашей слышно было. Динь, 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 динь. Эй, вальюшка, идем, пошел, Женечка. Эй. Алло. Ну, вы что устраиваете-то, а? Что за перезвоны? У нас завтра много дел. Женька почему не спит? Да, действительно. Ну-ка, Евгеша, ну-ка укладывайся. Валюха, а ну, давай, забирай свое шитье. Ложим сейчас спать. Давай, а то тебя только за день. Ты целый день будешь. Динь, 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 динь. Кошмар просто. Ну все, моя терпелка лопнула. Сейчас я этим соседям устрою. Иван, я, может, милицию вызову? Не надо, Свет, не надо. Я сейчас с ним сам разберусь. Опа. Пацан, а есть кто постарше и взрослый? Давай, зови. Саня, это к тебе. Я вас внимательный. Значит так, пацаны, я на отбой вам даю три минуты. Если вот это не прекратится, я за себя не ручаюсь. Врубился? Значит так, дядя, просьбу понял. Выполним частично. Мы зло сделаем потише, а на пате имеем право. У нас завтра праздник. Первое сентября. А что значит, а потише? А потише, что это такое потише? Насколько потише? Ну ладно, вроде как и разобрался. Ага. Ну все, пацаны, вам хана. Слушай, не надо, я звоню в милицию. Не надо милицию, Свет, не надо. А вот с этими гоблинами надо воевать их же оружием. Я сейчас. Вот так. Ой, герой. Боже мой. Доброй ночи. Доброй ночи. Лейтенант Житков. Что же мы, граждане, хулиганим? Громкой музыкой соседям спать мешаете. А ребятам завтра в институт. Ну что, будем оформляться? Командир, можете на пару слов? Сейчас, сейчас, я сейчас. Сейчас, одну секунду. Давай. Ага. Вот такой парень. Вот такой вот. Я ему все объяснил, он все понял. Так что давайте, хвалите деда и спать. Нам в 6 часов утра вставать. Давай, все. Пришлось еще с двумя новыми покрышками распрощаться. Валька спросит, ты ничего не знаешь. Понятно? Ой. Господи, мы проспали. Зая, мы проспали. Давай, вставай. Нет, давай, давай, давай. Давай, ну как ты мог не слышать будильника, я не понимаю. Юра, давай, давай. Ваня, вы проспали. Ватр, не делай, Ваня. Спокойно. Спокойно. Это все ты со своей музыкой. Ля, я наоборот хотел, чтобы вы выспались все. Ну вот вы выспались все. Причем спасибо вам, Аллах, пап. Это не мне, спасибо, это соседу вам. А у тебя, Аллах, надо плечать. А у вас, что он не хорочивает. Все белосможно, Аллах. Малышки, дедушки, чтоб меня теперь в школу не возьмут. Господи, ну конечно пойдешь. Так всем одеваться, умываться. Ваня, Ваня. Ваня. Я первая. Я первая. Ля, вода вошла. Что ты, что ты, что ты, где одевайся? Да, я все ничего не сделал. Макс, накорми ребенка. Да что ж ты. Капустинка. Так, так. Зая, принеси мне косметичку. Аллах, где моя бритва? У сумки. Мне это нравится. А что это моя бритва делает у тебя у сумки? Так, хорош, ты начинай сейчас не до твоей бритвы. Вот тебе мои туфли. Твои туфли у меня в сумке. Что они делают у твоей сумки? О, господи, ласточка моя. О, суховянку кушает. Сейчас бабушка валит мечей пусть сделает. Юра, ты оглох, что ли? Поднашел. В твоей сумке только черта лысого можно найти. Юра. Санято? Санято. Не семья, а сумасшедший дом просто. Санято. Иван Степанович, открывайте немедленно. Если я опоздаю, я вас покусаю. В каком смысле? В прямом. Бабушка, а бонты будут? Ой, господи, что ж мы сидим? Оля, про бонты забыли, где они? Саня, а где мой новый костюм? В шкафу в гостиной. Извиняюсь. Еще, будьте как дома. Мне рука, просто мешает иногда. А мне вы немножко. Ничего страшного. Может, не менее, не подталкивай. Хорошо, хорошо. Оля. Что? Извините, Валя. Да я вас умоляю. Идем на терматики сейчас. Не, ну правда, ну сколько можно? Такое ощущение, что батя твой опять уснул там. Все. Я готова? Можно выезжать? Да, сейчас только Заю дождемся и все. Как он еще не собрал? Юра! Так, ну что? Ну что, поехали? Да, сейчас. Все. Где цветы, Валя? О, господи, самое главное, цветы. Зай, ты что, издеваешься, что ли? Слава богу. Извини, я уже готов. Ну, надо было, Анатолич, пораньше встать тогда. Да, извиняюсь. Да хватит, хватит тебе ляпать. Да ладно, ляпать, ляпать. Не ляпай, я говорю, говорю все в глаза. Мне что, профессор, что... Да помолчи же ты уже, господи. Бабушки, дедушки, я готова. Женек, невеста. Господи, когда она успела вырасти, Оля? Ой, Валечка, время летит очень быстро. Время! Апад, апад! Время! А ну, стой! А ну, все вернулись. Я сказал, все вернулись. Что случилось? Надо присесть на дорожку. Да ты что, с ума сошел? А я сказал, надо присесть, это плохая примета. Все, все, вот так, все, встали, пошли. Все, сколько вас ждать можно? Подождите нас! Расселись. А я тебе говорю, что на моей будет быстрее. Да как же быстрее, ты же гордо не знаешь. А потом эту машину, стой, жигуленок нету, ничего нет. Ага, зато в твою ляпошку все поместятся кому-то. Ага, как... Юра, что это значит? А это значит, что ли, Николай, что Анатолий, что он в Тетрис доигрался. А я не вы... Все, все, начальник бронепоезда решил наш спор. Да что нам делать? Занимайте места согласно купленным билетам. Быстро все ласточку. Ага. Когда ставишь в родном дворе машину, надо хотя бы интуицию подключать, куда ставить. А то вы только книжки можете читать, а больше ничего. Все. Что? Осторожней, это не А, это шампуры я забыл, ничего страшного. Чувствуете? Извиняемся. Старший инспектор Цыганкова. Нарушаем. Командир, я извиняюсь. О, так вас тут полна коробушка. Да внучка на первое сентября на линейку опаздывает. Значит так, внучку не задерживаю, а вас попрошу выйти из машины. Ну, командир, подождите. Простите, инспектор. А Богдан, Цыганок, кем вам приходится? Не братом ли случайно? Ну, брат. У нас в политехе учатся. Ну, да. Анатолич, поручай. Вот, он же профессор, он в политехе. Это ж, да. Анатолич, сейчас все будет нормально. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас девчонку везем. Профессор. Первое сентября все-таки. Ирина Константиновна, ну, где же эта ваша девочка? Пора начинать. Надежда Ивановна звонила ее папа, а они вот-вот будут. Неужели нельзя было найти, ну, более пунктуальную девочку? Вы же сами настаивали, чтобы это была именно Ковалева. Я? Да я вообще не знаю, про кого вы говорите. Спокойно, 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 спокойно. Не знаю я, что сейчас. Сейчас. Сейчас посмотрим, откуда я знаю, что такое. Ёлкин-дрын, а? Ну что? Шо, шо? Колесо пробил, шо? Ну шо там? Да колесо пробито. Шо? Да я ж тебе и радущую свою премию отдала на колеса твои долбаны. Ты же мне вчера сказал, что ты купил. А я купил. Так иди они. Не знаю, вчера были, может соседи сперли. Подожди, приедем, давай, это колесами так отхожу, мало не покажется. Оля, шо делать будем? Бежать. Бежать. Как бежать? Мы так держим дворами, за мной не отставайте. Подождите, я машину закрою. Стой-ка, не зли меня, кому нужна твоя консервная балка. Басочка моя, давай, Валюка, давай, 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 давай. Давай, давай, пошли, пошли. Женьку. Я бы, возьми Женьку, мне надо сначала догнать его. Возьми Женьку, мне шо, затрогай ты меня. Шо, не трогай, я тебе помогаю наоборот. Не трогай. Не трогай. Собрали сильный флаг. Хатя, быстрее. Хатя, быстрее. Хатя, быстрее. Хатя, давай. Не ждите меня, я умру здесь. Ирина Константиновна, ищите замену, ждать больше нельзя. Все. А может возьмете мою луночку? Не-не-не, все-все-все, уже все, закомпасировано. Слава Богу. Вот она, та самая Ковалева. Потапов, сюда. Потапов, ты где, Потапов? Взял девочку, взял. Да, я помогу. Ели, за, в сторону отойдите. Так, хорошо, отлично, красота. Смотри, Потапов, головой отвечаешь, я тебя сделаю. Взяла? Молодец. Простите? Дайте я к своим. Ой, ага, спасибо. Все. Ага, шо, шо. Все, сейчас все будет нормально. Договорились? Все, дай, все, сейчас, я договорился. Все. Тихо, 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 начинается. Тихо, начинается, тихо. Доброе утро, дорогие дети. И вы, наши любимые, многоуважаемые родители. Разрешите мне от всего сердца поздравить вас, с этим великолепным днем. Днем первого сентября. Днем знаний. И пускай этот день особо оставит свой отпечаток у наших первоклашек. И пускай для них сейчас прозвучит их первый звонок. Потапов, давай. Пускай убирает. Малышей не облегать. Пускай, упирает. Пускай. Пускай, упирает. Пускай, упирает. Пускай, упирает. По словам читать слова Учин школе учить, школе учить, школе Книжки добрые люди Учин школе учить, школе учить, школе учить Ну что, как говорят у нас в Голландии Эхтара сельтятхын, ясабеп ильвафа Подожди, ты Машеньку не обижай Помогай ей Трое деточек Так что, Валя, ну что, Валя, езжет туда Няньки няньками, а пусть вместе вот это все и ростят Так, Максим, Максим, я тебе там у красной сумочки курочку положила с яичками, покушайте Валя, я все выложила С яичками хорошо Ну так А что же они есть будут? Валя, их покормят в самолете А что? А что, в самолете кормят? Ой, мам, вот и темнота Анатолич мне сказал, что в бизнес-классе там еще и наливают А что такое бизнес-класс? Солнышко, Евгеша, мы хотим тебе вручить подарочек Это от нас, дедушка Юрой Это Спасибо Это сотовый телефон, чтобы ты нам всем звонила из Голландии Родственники, вот вы молодцы, вот молодцы, а Вот так вот, подарок втихаря, как малые дети ей будут Тихо, подожди Так, Женечка, а ты нам с дедушкой Ваней звони по тому телефончику, который мы тебе сегодня утром подарили, ладно? Шо, Валя, а шо? Ты понимаешь? Ваш, шо, Валя? От тебя я не ожидала А шо, вот это вот нормально? А что ненормально, Валя? За глаза вот это вот Почему за глаза? Стоп, 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 тихо Устройки номер 8 начинается регистрация билетов и оформление багажа на рейс 25-71 до Амстердама Все, 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 как пора, подождите, как пора Все, все, Валя, хорошую, лить, все Да я еще не подожду, Максик, давай, Максик, ты там, помогай, Максик, пупочка моя, пупочка моя Давай, Моин, береги Давай, давай, все было хорошо Давай, Женек, давай, пиши Помогай, маме готовить, ты шо, ты ешь, уже готовишь Пиши нам там Не простужи Тебя ж бабушка Валя отключила, все Все, счастливо Ну, Максик, давай Куда же счастливо Мужчина, и убудь Подожди, чемодай Все, давай Все, осторожней Все, счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Вань, а сколько визы эти дурацкие в Голландию стоят? Да я обо чем знаю Ты документы сдал в посольство? Из-за гранпаспорта и гражданский все сдал Вот ты, че, не богу, что ты, тихо Сложности не будет? Не знаю, но Беркович обещал похлопотать Ну что ты, как маленький, брось эту гадость Смотри, если только что-то сорвет Ольга Николаевна Да, да Можно вас на минутку, а? Да, конечно, пойдем А я вам не говорил, почему меня в армии в разведку взяли Нет Нет? Я просто по губам читать умею За гранпаспорта, Берковича Нет, нет, у вас сейчас было проще Обвинение в нашем Почему обвинение? А что ты сказала? Валя не влезай! Вы это сказали? Нет, это сказали Что ты сказала? Я этого вернула Будьте обезда За его кручем Можно было Следом Что то есть Отсittание Анzию Новый год Новый father России Новый год Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok